пока буду проверяться уже задеть солнце значит друзья мои прекрасные хорошие что у меня на повестке дня вчера я нашла ролик великолепного маэстро раджидов и он сказал что оказывается партюм нельзя наносить на запретный треугольник запретный треугольник оказалось это наши шеи и наше декольте по той причине что в духах содержится спирт который сушит очень сильно кожу шеи которая у нас совершенно не защищенная быстрее стареет чем лицо поэтому я конечно была в шоке но утром я уже справилась нанесла духи на свои плечи на запястья на сгибы то есть буду стараться как-то так переносить парфюм потому что ну как-то не хочется устареть быстренько же такое настроение я думаю как бы кого разбомбить но я на это сделаю а значит про этом мы говорили про этому говорили всегда когда вы чего-то хотите когда вы чего-то желаете когда вы уверены в себе даже навсегда стоять на своем это вообще проблема других людей что они не принимают ваши желания что они считают что то что вы хотите этого одну как бы это что-то тумать тумачат в их голове я уже говорила да мы не первый раз затрагиваем эту тему но я стала замечать что это любимый прием от мужчин женщины меньше пользуются этим приемом они будут я не буду говорить мужчине что уже ты знаешь ну я не знаю ну что что бмв это говно ну какая женщина скажет скажешь конечно классно бери но какая-то ну возможно у которой не знаю который не может себе это да там позволить я не знаю в голове да но в основном этим пользуются мужчин они очень любят женщина вбивать свои удобные рамки на самом деле это бич очень многих мужчин и в принципе то есть если бы мужчины если вы были вот женщины все слабые которые прогибались бы и говорили ой ну да правда мне что-то это не нужно не было бы вот этих богатых мужчин ну не было бы понимаете ну как ни крути все равно вот движущая сила эта женщина ну вот вот хоть убить меня это сейчас не феминистские какие-то высказывания ну что что мужикам надо но ну по большому счету вот все что было создано великое это было на каком-то вот порыве чтобы достигнуть что-то доказать да ну ладно а еще недавно один мужчина сказал такой я говорит уверен что у меня в браке будет три-четыре жены ты такая зачем тебе могут зато не у кого не будет болеть голова и у меня всегда будет секс и я так сижу и про себя думаю слушай каких-то вы каких-то ты неправильных женщин встречал ведь есть женщины которые обожают секс просто обожают них никогда не болит голова а дальше если болит голова она с удовольствием встанет на колени и сделает тебе это самое заветное нежное движение таких очень много иногда слушаешь думаешь господи где ты их находишь покажи мне вот эти головные боли есть разные женщины конечно и разные мужчины вот а еще хотел сказать про своевременность вот парочку историй с таких-то насущных которыми вспомнились у меня была девочка одна знакомая ну они давно встречались с парнем может быть лет семь и что-то так все стало заболачиваться я всегда говорю да что вот эти вот отношения без росписи без всего это но это болото это болото то есть вот если двух там ну максимум не знаю трех лет вас ничего не происходит никакого развития это болото это нужно оставлять потому что я я вот это лично касаемо меня вот то что у меня не развивается то что у меня не имеет какого-то логического продолжения то есть если бы я даже в роликах своих не видела какой-то перспективы в развитии я бы скорее всего это оставила но так как здесь поле не паханая в чем разойтись да это и новая одежда новая техника новые духи все что угодно об этом можно тысячи лет говорить то конечно я это продолжаю на то что мне не дает выхлопа мне становится в один момент настолько не интересно настолько скучно что я просто перегораю мне просто выключается вот так лампочка и мне просто становится не интересно этот интерес уже ну как бы что-то уже уже ничего не вернет потому что все хорошо к месту к нужному времени ну вот это вы знаете как бизнес который ты вкладываешь деньги в который в который ты кладешь время а он тебе дает выхлопа и ты такой сидишь и думаешь а чё я себе рву жопу мне легче его закрыть и открыть новый бизнес или там чем-то другим заняться но вот так вот психика работает а дома ну короче вот это вот история встречались они лет восемь и что-то назовем его саша и елена саша что-то и располнил и себя запустил ну то есть отношения стали вот как болото знаете вот люди просто как родственники уже живут такого развития ни стремления не там не пожениться ни детей ничего то есть ну все человек засел а лена ну она как бы ну хотела как как-то уже не знаю закончить отношения у нее были какие-то свои желания и в один момент она встретила другого парня и случилось это так довольно таки быстро и ушла она к нему ушла и саша конечно вообще тогда прихерел но он сильно похудел он похорошел он там что ты работу пом сменил он пытался вернуть но в итоге гулял он на ее свадьбе они остались в очень очень хороших отношениях то есть друзьями но вернуть не удалось потому что ну как бы вот все вот у женщин еще такая история и мужчины вообще тоже терпеливы они долго долго терпят и потом попасть в один момент взрываются но у женщин тоже есть такая штука как терпение вот я лично я могу очень долго терпеть но в один момент если у меня что-то вот вот шандарахнет это все это кранты это конец и и ничего ты же не сделаешь хоть не знаю цветы задницы доставай мне уже будет это вообще не интересно вот и погуляла на ее свадьбе у меня недавно моя знакомая встречались с парнем там они были сложности в начале да но потом у них все просто все классно все супер а потом что-то он это гражданство ему что-то надо было по документам там обновить и он такое сам собрался ехать при том что не были ссоры именно из-за этого что как бы слушай ты это мы либо вместе либо давай один и он там такой я один поеду денег у меня нет ничего это конечно не понравилось и она сказала слушай как бы до свидания а он такой с гордой головы шоу раз ты меня угоняешь я пошел и так случается что она вот в этот момент когда она уходит через неделю встречать человека и просто влюбляется в него короче он не сказал я тебя люблю он то ли он ее знал где не знаю но он искал я тебя люблю и хочу провести с собой остаток своей жизни она к нему приехала и больше не расставались а это конечно он блять давай давай вернись ко мне это же хотела это это все хорошо вовремя понимаете у людей разных скорости просто это может настолько заебать в один момент что человек просто так вот бац и все а когда тебя заебывает что-то ты понимаешь что ты уже хочешь только так и никак иначе она определенность очень быстро все приходит ты понимаешь что все моей жизни теперь только так и так хочу вот так и вот так и тебе ну прям вот вот сразу это дается вот сразу даже ждать не приходится поэтому как бы ну вот это вот это вот мужики любят делать все посижу яйца почешу ну что она говорит я я еще это послушаю вот эту 50 лет пиздит а потом вот так вот бабаться ветром девку сдуло и все и до свидания тоже заебала просто заебала и понимаете и и таких ситуаций очень очень много потом сидят плачут вот это первая история была он плакал он умолял он на коленях стоял бы пожалуйста вернись а без тебя не могу а у неё все у неё ноль зеро не стоит ни там не здесь но нигде понимаешь потому что ну сколько можно было почему когда у тебя это есть ты не ценишь почему когда нужно это все обязательно проебать под ноль уже когда все него не невозвратно вязать и точка невозврата вот бывает вот тогда мы почему-то с похватываемся понимаете это же вообще вот это очень нужно в жизни очень важно своевременность знаете как говорится умение найти нужный момент для слов или там знаете сила случая или как вы да когда ты оказываешься в нужном время в нужное время в нужном месте это тоже имеет место быть вот здесь то же самое нужно уметь принимать правильные четкие решения в нужный момент друзья аромат дня фрагранс дюбойс аромат тропики я вначале вообще честно сказать не въехала зачем я его взяла вот я сидела и думала ну тридцать шесть тысяч но с моим промокодом ладно на рандеву там получается 33 кстати все ароматы про которые буду сегодня говорить вы сможете приобрести на данном сайте специальный промокод на дополнительную скидку 10 процентов я прикреплю в описании к данному ролику как всегда да также здесь пользуйтесь ничем не отказывайте вначале я не въехала зачем я купила этот аромат я мечтала о новых тропиках классных свежих каких-то все его сравнивать с рыбопурой на сайте фрагрантика я считаю что это полная глупость по той причине что и рыба особенно классическая в первом здании она звучит более скукожина что ли она более пронзительная чем классен этот аромат он мне чем-то напоминает math and rabbits аромат доз будто бы они очень похожи но вот это увеличено в объеме 20 в 30 раз это аромат настолько глубокий объемный то есть да конечно здесь есть тропики но это тропиков и такой мускус мускус очень влажный очень широкий это вот аромат знаете как ну я не знаю что rb это легкие курильщика грубо говоря то вот это легкие здорового человека который умеет вот так вот сильно расширяться извините за сравнение да но вот это я вначале говорю не въехала и вначале думаю что это такое ну ну что ничего особенного но потом как будто бы вот подсаживаешься на него в нем очень много жизни воздуха дороговизны его можно спокойно и на вечер в какой-нибудь ресторан если вы собираетесь пить какое-то дорогое шампанское какое-то у вас платье он такой знаете он вроде как бы очень прозрачный очень дышащий в нем как будто бы очень много влаги в этом аромате но при этом он такой глубокий такой многогранный так расширяется красиво ну конечно стойкий он и шлейфовый и стойкий я совершенно не жалею что я взяла потому что я прям вот можно сказать даже из запоя не выхожу потому что ну уже так миллилитров может быть 10 я вылила мне он очень начал нравиться вначале я не въехала то есть думаю что ничего как бы особенного я не приобрела но иногда знаете потом только где жажь то есть вот то что его сравнивать с кирки эрбой ну я считаю что это просто люди немножко так ограничены то есть вы должны сравнить для того чтобы заявлять такие громкие вещи да ну возможно на чей-то нос правда похоже но у нас только объем на прям в глубину уходит возможно поэтому такие очень такие дорогие ароматы потому что но здесь все-таки и флакон такой увесистый но очень дорого звучит то есть это прям объемные красивые масштабные такие тропики очень красиво стоит ли своих денег 33 тысячи ну честно да то есть ну конечно ну я не знаю за 33 наверное ты ждешь чего-то конечно вау но это вау это добротно это вот понимаете такие дорогие ароматы естественно для богатых людей у кого очень много денег да ну тут кредит покупать нормально знаем таких ну и в том числе для тех кто не любит тратиться по мелочам вот я хочу допустим один дорогой классный аромат на тему тропиков это тропикс здесь фрукты здесь ананас посмотрим лаванда кстати здесь есть нота лаванды и она дает очень много влаги она здесь совершенно не мужская не грубая и молекула здесь есть дубовый мох очень красивый аромат у него очень много жизней за счет вот этой вот влаги холодной влаги который дает вот эта лаванда великолепный аромат честно я рада что я вам не сделала поспешный выпуск про него потому что мне нужно было его разносить я прямо его с утра надеваю и сейчас вот вот эту вот футболку ну просто великолепно великолепно друзья мои так ну что свинья везде грязь найдет я вчера проехалась вот у меня был шоппинг-дэй я вчера почувствовал что меня прямо на шоппинг я приехала и меня вещи просто как будто бы ждали я прям вот так вот набрала быстренько и все мне подошло еще и кроссовки себе классные купила и я конечно же знала что там в одном торговом центре на бали есть селективная парфюмерия быстренько заскочила хоть бы не потемнело быстренько успеем да и естественно я думаю что я хочу потестировать я понимала что мне все нужно нанести обязательно руку потому что я не хотел бы этим блутерами заниматься но я и нанесла раз два три 4 5 6 7 8 9 9 9 ароматов давайте начнем сразу с аромата николаи kiss me intense блин вообще я его так хочу я понимаю что у меня есть там как бы депозит какой-то и уже духи эти негде ставят я хочу прям за ним за ним вернуться он такой сладкий он такой манки он мне ассоциируется с какими-то свиданиями когда ты надеваешь вот эти беспечные классные легкие платья которые касаются твоих ног твоей кожи которые завлекают которые манят тебе реально хочется поцеловать в этом аромате на тему ванильной красивой такой пудры здесь и гелиотропа и жасмин есть но мне он чем-то в базе что-то напоминает как будто бы чуть-чуть ему кола взяли от манталь да то есть какая-то клубничность и сладость он просто обалденный честно вот вроде как вроде как гурманика но вроде ничего такого особенного стойкость умопомрачительная прям классно то есть он мне совершенно не разочаровал видимо вот этот вот штрих создателей шалимар да он здесь чувствуется ну прямо он есть потому что несмотря на то что аромат на тему как гурманики сладости он совершенно не воспринимается как какой-то знаете как томска смола кэнди да ну совсем такой беспечный как сказать невнятный но не то что даже невнятный например такой несерьезный знаете то есть даже зацепиться как будто бы не за что здесь есть потому что ну очень красиво аромат такой знаете хочется его как будто бы назвать безопасным но его не назовешь безопасным потому что очень афродизиачная база я не знаю что там происходит я время могла убрать этот запястье от носа потому что здесь и анис и миндаль и гелиотроп с ланг-лангом и здесь еще есть гвоздикой я просто обожаю гвоздику в ароматах и когда начну грамотно обыграна да и ланг-ланг мой любимый вонит здесь все собрано то что я просто обожаю и нота лимона вроде да то есть но аромат офигенный он прям соблазняет я думаю что за ним вернусь мне надо выпросить деньги на него не хочу сама пальцы духи правда так ну что дальше значит анджелис пир также мы возьмем от николаи тоже такой редкий аромат не слышал чтобы кто-то особо разбирал слушайте но здесь как бы не знаю мне показалось что здесь взяли часть амуаж мифы какой-то он такой прям землистый и база как будто бы шелемаровская такая немножечко грубоватая до шершавая немножко такая груша с немножечко таким шампунистым оттенком я бы сказала как будто бы он здесь есть да а грушевый аккорд взяли или мешали как будто бы муаш мифы носибельно интересно но это не моя история и роман такой я бы не сказал что он какой-то радостный знаете он как будто бы немножко такой подхандривали как подхандривали ты есть такое слово немножко хандрит как будто бы то есть вроде как интересно вроде как груши до хочется чего-то такого от груши чего такого сочного но здесь она такая немножко очень серьезная груша не могу сказать что аромат какой-то радостный но из всего что я потестировала не могу сказать что мне как-то очень сильно понравился имеет место быть но меня как бы не впечатлил но кисми интенс это просто отвал кандибобера далее я попробовала конечно же мореск сета у меня его кстати очень любит ангелина да но я такой тоже люблю потому что здесь и пудра и ваниль и это легкая пряность в аромате вообще все идеально в посадке но такой уютный не сильно громкий безопасный я бы сказала аромат и и ланг и ланг здесь есть и пудровость очень деликатно он понятный крутой но мне показалось что он совершенно не стойкий к сожалению да но такое можно обновлять на регулярно стоит просто вот так поливаться неплохо очень да понравился но я говорю стойкости меня не хватило и флакон я почему не буду брать потому что у меня такого ну дофига далее конечно же я попробовала фрэнк бакле энджи да тот аромат которым тоже советовала попробовать ангелина он очень неплохой на тему такого действительно кремовый кремового нежного инжира аромат который мне ассоциируется со свадебным свадебными приготовлениями когда надела белые челки пояс а потом надевает потом тебя ждет визажист который тебя будет красить сейчас укладывать вот такой как перышко ну он плотнее конечно пера но он прям такой но сексе хорошо но это конечно не раздратный аромат он просто такой очень уходовый очень красивый он действительно любит тепло потому что я предполагаю в холод он будет вот так вот сужаться скукоживаться немножечко но раздражать может я думаю но в общем-то очень приятный но для меня это вот прям аромат на свадьбу хорошо но я он такой мне он ассоциируется с какой-то девственностью он такой девственный аромат неплохо но я девственность где конечно сложно по мне да сказать в красной футболке господи дальше мы переходим к этапу ливердоранж с улепон мерабе аромат показался очень деликатным это на тему морской морского звучания здесь и водоросли они очень здесь слышны и водоросли очень красиво соединяются такой шипровой шипровой направленности не знаю что здесь так играет но как будто такая пена для пена для бритья с водорослями универсально в принципе кто у меня из женщин любит морские ароматы такой такой же морской аккорд в роз сальтифолия от мазон кредели то есть я такой в принципе люблю он извиняюсь не пердит не рыгает ничего страшного здесь не происходит потому что ну как бы это да 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 можно ожидать чего угодно здесь как будто бы чуть-чуть пены для бритья еще и лактонности добавили то есть аромат очень рекатный очень носительный и при этом стойки но сидит довольно таки тонко такой вот прям вуалечкой хорошо тоже похвалю меня такого еще морского нет но вот не знаю я хочу попробовать морского конька зоологиста говорят они очень похожи на вообще буфор вот я хочу взять который идет с морскими нотами из ноты печенье вот это вообще мне кажется вообще отвал канди боббера потому что я люблю все необычное дальше я попробовал редкий бренд который я вообще не видела ни у кого в обзорах это жан-шар-броссо аромат рубис знаете это такой классический цветочный аромат очень интересные такие у них флаконы еще вот такой консервативный статусный с приятной сладостью и честно я даже думала за ним тоже вернуться потому что здесь и ревень и с морозиной кокосовым молоко то с ним и лактонность и сочность есть до фруктовый белый цветочный аромат но к сожалению совершенно не стойкий но вот к сожалению база красивая пудрового ванилия но вот совершенно не стойкий но универсально то есть вот так палиться на два-три часа почему бы да далее мы этого же бренда разберем аромат жан-шар-броссо называется он платин платина да в белом флаконе вот этот я тоже записала в коллекцию потому что там и тропики и сладость и красное яблоко и тоже молоко есть очень красиво обыграна лилия она здесь очень ощутима да легкая как будто бы мыльность от нее проступает этой лилии вот но как бы есть в этом аромате определенная манкость она к сожалению тоже совершенно не стойко этот бренд мне немножечко разочаровал своей стойкостью мореск леди туберос я попробовала слушайте ну это неплохая тубероса она не шлющая она носибельная она понятная немного как будто бы азиатская с пряностями и мыльностью опять же да за счет вот этой вот лилии понятная амброва без пошлятины но сказать что какая-то она особенно мне не поворачивается язык и сказать что ее как-то очень сильно запомнил а в том числе нет вот этот мореск квадраты ну в принципе рояль неплохой у них да но вот сета красивый но тоже я говорю стойкость как-то ну и последний аромат до быстренько эрба голд оцеспира великолепно он очень классно доработан убрали этот животворящий мускус убийственный да богатых либо сольный аромат который у меня почему-то ассоциируется с городом смарканд потому что там нота дыни когда меня спросили чем бы пах город смарканд я выбрала именно этот аромат потому что есть нота дыни и достаточное количество здесь пряности до коричность есть и вообще этот бренд кстати очень любят в узбекистане мне сказали очень нарядные пронзительные сочные фрукты это для тех кому тяжело эрбу но кто хочет себе что-то такое в коллекцию я очень хвалю деликатно скруглили все равно шедевр я считаю очень классный и саспира дольче мелодия мне понравился но там все-таки более амбровые фрукты а здесь все-таки не мускусный но мускус как будто бы сгладили вот эти вот углы жесткие их вот прям очень очень классно вот так вот шпателем убрали виде грамотного распределения компонентов дорогие мои очень сильно темнеет садится фотоаппарат мой ставьте лайк подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать мои гениальные видео пишите что пробовали из последних ароматов что очень понравилось расскажите про свою свою временность чем она вам важна и важно ли вообще что сделать следующих выпусках ну а так это все всем пока